Мы находимся на бывшем авиационном полигоне Полески. Здесь проходит полевой выход артиллерийского полка, который дислоцируется в городе Бресте. На его вооружении стоят реактивные системы залпового огня «Ураган». Сегодня один из дивизионов проводит здесь тактическое учение по управлению ракетными ударами с пусками штатным снарядом. По легенде учения неприятель активно наступает, угрожая прорвать оборону подразделений. В запасном районе «Ураганы» оперативно снаряжают 220-мм реактивными снарядами. На борт каждая машина может принять 16 единиц. Вес фугасного реактивного снаряда 270 кг. Чтобы установить такую ракету, прибегают к помощи специального оборудования. Транспортно-заряжающая машина позволяет установить на «Ураганы» полный пакет всего за 14 минут. Кстати, по огневой мощи «Ураган» сегодня один из самых лучших образцов. При максимальной дальности в 35 километров за 20 секунд боевая машина накрывает площадь в 30 гектара. Это почти 40 футбольных полей. Комплект машины – 16 ракет. Сегодня пакет будет неполный. Каждая машина заряжается только частью боекомплекта, то есть четырьмя ракетами. Всего по условной цели 12 машин выпустят 48 ракет. Вот, собственно говоря, первые «Ураганы» уже выходят на позицию. Вот мы видели, они вышли из стогов сена. Это был их запасной район, где они снаряжались ракетами. Сейчас они пойдут на свою стартовую. И, собственно говоря, рядом с нами тоже машины уже готовятся выйти на стартовые позиции. Ну, сейчас посмотрите, как пройдет первая батарея и сразу увидите, как пойдет за ней еще две батареи. И она вообще-то вылезет. Первый план. Вот где. Ну, все вижу. Вот первая-вторая батарея уже заняли позиции. Начинает выход третья батарея. Третья батарея будет стоять ближе к нам. Третья батарея. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, собственно говоря, начиная от этого момента у расчетов есть не более 5 минут на то, чтобы приготовиться к старту Сейчас помощники начальников расчетов будут ориентировать машины на местности выводить их на заранее подготовленную позицию Очень важно поставить машину правильно, сориентировать ее чтобы после этого упростить наводку самих машин на цель наводку пакетов, наводку ракет Все, машины встали Сейчас они будут укрепляться Это поддомкрачивает сзади машины для того, чтобы стабилизировать во время залпа пусковую установку В это же время закрывается лобовое стекло на машине Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот первые две ракеты ушли. Скорее всего, это была проверка для того, чтобы посмотреть, куда эти ракеты попадают и попадают ли они в основной котел. Там сейчас как раз работает беспилотник, который увидит эту картинку и, собственно говоря, сможет доложить на командный пункт, попадают ли ракеты точно в цели. И после этого уже пройдет полный залп всех машин. Всего ракета до точки летит примерно 60 секунд. Удаление 26 километров. Субтитры создавал DimaTorzok НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оставайтесь с нами и будьте уверены, все самое интересное из жизни армии мы первыми снимем, а вы первыми увидите. Продолжение следует... Продолжение следует...